Здравствуйте, дамы и господа! Рад приветствовать вас на сегодняшней встрече компании SkyWorld Community, на которой вы узнаете о передовых технологиях, инновационных, экологических, которые сейчас запускаются на нашей планете. И это именно те технологии, которые дадут абсолютно новое будущее для каждого человека и для всего живого. И, конечно же, только люди всей своей массы могут сделать это, как единый здравомыслящий организм, объединившись, создавать и продвигать те технологии, которые действительно необходимы нашему миру. И таким способом объединилось более 500 тысяч человек и создали вместе тот транспорт, ту отрасль, которую вы сегодня увидите на ваших экранах. Ну и, конечно же, у меня не получится передать вам всю информацию в течение одного часа, поэтому, пожалуйста, развивайтесь, интересуясь. Зайдите на YouTube и посмотрите хотя бы интервью с Анатолием Юницким об итогах 2021 года. Вы будете очень удивлены тому, как один человек мог создать так много технологий, и может иметь такое обширное видение на происходящее на нашей планете. И действительно он имеет возможность изменить это с нашей помощью. Поэтому прошу вас, ссылка есть в чате, вы можете использовать ее и посмотреть всю самую важную и полезную информацию об этом. А мы пройдемся с вами по сути. Но давайте сперва познакомимся. Меня зовут Артем Курбанов. Я из города Дауговпилс, из Латвии. И всю жизнь я очень много учился и очень старался делать этот мир лучше, чтобы вокруг меня и везде, где ступала моя нога, все процветало. Таким способом однажды я начал искать международные проекты, то есть узнать, как люди объединяются и между странами и городами делают огромные проекты, компании, то есть создают корпорации даже или какие-то производства по продуктам. И все это люди делают самостоятельно, без государств, без банков, без крупных корпораций. Сами. У кого-то есть время, у кого-то есть идеи, а у кого-то есть средства. И объединив эти усилия, люди получают действительно самые лучшие качественные продукты, которые именно самим же людям и необходимы. В итоге я изучил множество подобных проектов, но сегодня расскажу вам о лучшем, которым заинтересован и занимаюсь уже более пяти лет. Это проект, который может сейчас, в 21 веке, помочь такому огромному количеству людей стать здоровее, стать успешнее, стать более эффективнее. А если конкретно, то вот основные побуждающие факторы, которые действительно могут измениться в вашей жизни и в жизни ваших близких от знакомства с данным проектом, с данной технологией и особенно с этим гениальным ученым, который все это изобрел. Поэтому если хотя бы один из этих пунктов вам откликнулся, пожалуйста, устраивайтесь поудобнее, возьмите чай, кофе или водички и наслаждайтесь тем, на каком конкретно уровне у нас в данный момент находится наше человечество и наши технологии. У нас 8 миллиардов человек по всей планете. Мы одни из самых влиятельных существ на нашей Земле. Но не стоит забывать, что мы лишь одно семейство. Одно семейство из 12 миллионов видов живых организмов. Представляете, мы лишь один вид из 12 миллионов. Но насколько влиятельны? Но это же дает нам и огромную ответственность за нашу жизнь, за то, как мы ее проживаем и за то, что происходит с нашей планетой. Конечно же, наше влияние и изменение не только от наших тел, наших рук и ног, но у нас есть детище, которое изобретело человечество. Это наша техногенная сфера. Это та сфера, без которой мы уже никак не сможем жить. Мы никогда от нее не откажемся, но мы сможем сделать абсолютно, так скажем, новый вид проживания рядом с этими технологиями. Технологии техногенная сфера не должна нам вредить. А сейчас мы изрядно видим, как она вредит нам. Поэтому технологические уклады, это очень важно, но с ними нужно быть осторожным. Ведь технологии, которые вредоносны, нам точно не нужны. Но рост технологий нам необходим, потому что, например, с появлением электричества у нас, так скажем, ознаменовал переход из второго в третий технологический уклад. И действительно, мир стал иной. Люди стали жить по-другому, далось очень много возможностей. Также четвертый технологический уклад нефтехимия, авиация, автомобилестроение. Либо тот мир, который мы знаем сейчас, пятый технологический уклад с обширной виртуальной реальностью, интернетом и гаджетами, который связал всех людей вместе и дает возможность сейчас, как мы с вами, находиться в одном пространстве, при том, что между нами могут быть сотни и тысячи километров. Это возможности 21 века. Мы все делаем быстро, разговариваем вот так вот в реальном времени сквозь тысячи километров. Можем позвонить на другой конец шара, либо на противоположную сторону по видеосвязи позвонить и уже без задержки даже разговаривать. Пересылаем информацию гигабайтами за секунды, деньги пересылаем мгновенно. То есть все, что связано с информацией, мы делаем быстро, но остался важный аспект. Передвижение физическое. Здесь скорости нам не хватает. И сегодня мы увидим в нашей встрече в этих слайдах, в том пути, о котором я вам расскажу, что для 21 века сейчас транспорт не способен удовлетворить потребности человека. И это как раз тот случай, та часть нашей жизни, улучшив которую, все человечество получит абсолютно новый уровень, новую скорость развития. Ну и, конечно же, это должно быть связано с экологичным проживанием, чтобы у нас новая технология была здоровая, чистая, полезная и ни в коем случае не вредна. Но давайте посмотрим на статистику вообще. Вот компании пятого технологического уклада. И они действительно, многие принесли очень много пользы. И поэтому они из маленьких компаний выросли, что он кусочек компании Apple за 38 лет, который стоил 8 долларов, теперь стоит 550 тысяч долларов. Это такая капитализация. Настолько человечеству были нужны эти технологии. Так оно развивалось. Конечно же, и сотрудники там старались и делали наилучшие возможности. Но вот это реальная капитализация. И все время совладельцы этих компаний получали дивиденды каждый год от прибыли компании. Только тогда нам, как сейчас мы с вами общаемся, никто не рассказывал, что вот будет очень перспективная компания. Она вот так вот решила развиваться. Вот уже вот это сделала. И до завершения ей осталось чуть-чуть. Вот у нас есть вот такие выгоды. И это вот изменит в мире. Не было тогда такого разговора на такую большую публику, чтобы абсолютно любой человек мог поучаствовать в развитии нашего мира, в развитии наших технологий. Но, дамы и господа, эти компании, которые сейчас мировые гиганты, которые получили огромную капитализацию, вот компания Alibaba, 100 долларов, то есть кусочек компании, который тогда, 18 лет назад, стоил 100 долларов, сейчас стоит миллион 782,5 тысячи. понимаете, не в пять раз, не в 25, не в тысячу раз, не в 70 тысяч раз, а в 700 и еще больше. И это ж только одна компания, только одним чем-то занимается. И это все связано в большей степени, так скажем, с маленькой частью нашей физики. А перед вами сейчас находится большая часть этой физики. Ведь мы с вами физически, мы еще не можем телепортироваться по скайпу или фейсбуку или там по телеграмму в другой дом и сделать свои дела. Нам необходимо выходить на улицу и добираться пешком либо на транспорте до нового места. И это физическое, серьезное, тяжелое, так скажем, строительство. Не просто на компьютере написать код или какую-то аппликацию или программу. Это один из самых крупных проектов в истории человечества. Один из самых дорогостоящих бизнесов в будущем. И вы видите, перед вами не просто концепты или чертежи. Перед вами целый путь, пройденный чуть более чем за пять лет до практически готового транспорта на данный момент, почти завершенного проекта и уже первых адресных проектов. То есть мы еще не закончили 15 этап последний, а у нас уже есть предзаказы и заказы. Поэтому, дамы и господа, устраивайтесь поудобнее. Перед вами будущее, которое делают люди, которое осуществляют сами люди. И никто, кроме нас, и не может это сделать, потому что мы единственные и самые заинтересованные в этом будущем, в этом транспорте. Потому что он будет эффективнее всех, он будет быстрее всех, он будет экологичнее всех, легко интегрируемый куда угодно, работающий как в вечной межзластие, так и в вечной жаре. И при этом минимальный отвод земли, никакого негативного влияния на окружающий мир и самая низкая стоимость из всех видов традиционных транспортов. Если их сравнивать с традиционными транспортными отраслями. Ведь мы создаем не просто машины или модули, мы создаем и сами трассы, и стрелочные переводы, и анкерные опоры, и промежуточные. То есть вся полная инфраструктура для того, чтобы ее можно было внедрить как в новые города, так и в уже существующие, что немаловажно, потому что подобные технологии понадобятся везде. И тем городам, которые сейчас как раз задыхаются от выхлопных газов, от пробок и от неэффективности и небезопасности, этот транспорт очень ожидаем и точно придет на пользу. Ведь какой транспорт еще использовать человеку 21 века? Плавательный, что ли? У которого ни дни, ни недели, месяцы поток. Очень много топлива тратится и эффективность минимальная. Либо постоянно летать. Подумайте, надо ли нам это. Насколько это все-таки все равно затратно по времени. Просто подумайте. Пока мы доберемся до аэропорта, пока уйдем обратно, заберем свои вещи, пока там этот самолет выйдет на свою линию и так далее. Все равно занимается очень много времени. А есть альтернативы. И неплохие. Гораздо лучше и гораздо экологичней, чем десятки, сотни тысяч самолетов будут сжигать кучу топлива, чтобы поднять эту железную махину против гравитации в воздух. Ну, либо, например, железная дорога для человека 21 века со средней скоростью, с учетом погрузки и разгрузки, 15 километров в час. Это точно не подходит для человека 21 века. Ну и главный транспорт, который был самый полезный и который теперь самый опасный убийца на планете. Это автотранспорт. Это тот транспорт, который опоясал все уголки нашей планеты. И автодороги первого уровня, которые, как и железные дороги, как удавки, окутали наш мир и делают максимально небезопасным первый уровень. Уровень жизни, поверхность нашей живой планеты, где должна быть жизнь, флора, фауна и человек. А не вот это вот все. Более пяти площадей в Великобритании закатаны в асфальт мертвой земли, которая не производит ни кислорода, ни плодов. Стоит ли держаться за это? Особенно, когда предлагают действительно достойные возможности заменить это. И стоит только поверить себя, ведь нас 8 миллиардов человек. Мы сделали так много. И сейчас мы на грани новой революции. Технологической, инновационной, транспортной революции. И это будет только начало. Лишь первый из целой серии проектов Анатолия Эдуардовича Юницкого. Эко-мир. Больше вы можете узнать на сайте unitsky.engineer. unitsky.engineer. А теперь, дамы и господа, давайте пройдемся по тому, какой же будет транспорт нашего будущего. Точнее, он уже в нашем настоящем. Потому что лично я катался на разных видах трассы, на разных видах транспорта, и в Белоруссии, и в нашем экотехнопарке, и в Объединенных Арабских Эмиратах, в UST-центре. То есть, это реальная технология, которая собственным телом им опробована, и это действительно потрясающе. Когда ты летишь практически по небу, но чувствуешь, что ты в полной безопасности, потому что тебя поддерживают струны, создавая ровный, прямой, приятный путь. очень эффективный, безопасный, и этот вид из окна ни с чем просто нельзя спутаться. Это не полеты на самолете, это как будто ты как птица летишь. Это наше будущее. И это свобода, это экология, это разумное использование каждого уголка земли, и бережное отношение ко всему живому, не только к человеку или к человечеству, ко всему живому на нашей планете. Эта философия просматривается во всех технологиях Анатолия Эдуардовича, во множестве изобретений. Ведь этот человек положил всю жизнь для изучения науки, для того, чтобы понять, как нам в гармонии, в благополучии, изобилии жить с нашей прекрасной природой. И та технология, которую мы сейчас успешно развиваем и почти уже завершили, она самая оптимальная, самая эффективная и самая безопасная. Транспортная инфраструктура, которая только возможна на данный момент. Хотя Анатолий Эдуардович сказал, что скорее всего в ближайшую сотню лет более качественного, масштабного способа передвижения не появится. Именно говоря о 8, 9, 10 миллиардах человек на нашей планете с их потребностями и движением ресурсов и самих пассажиров. Он рассчитал это, он предлагал это уже давно и ежедневно, несмотря ни на что. И благодаря, возможно, даже некоторым критикам улучшал технологию. Но это далеко не все, что он сделал, потому что он изобретатель и ученый. Более 200 научных работ написал, 20 монографий и свыше 150 изобретений. Человек, который изобрел целую серию технологий, которая дает нам будущее не на десятки лет вперед, а на сотни лет вперед, если не сказать даже на тысячи. Потому что с помощью его технологий мы можем стать космической цивилизацией. Потому что вся серия от начала и до конца то, что необходимо человеку для жизни, он изобрел и сейчас успешно реализует. Все последовательно. Поэтому прошу вас изучайте как можно больше на сайте unitsky.engineer что делает этот человек и насколько так скажем передовое видение мира у него. Он не зря получил премию мира в Братиславе в 2018 году за всю серию своих технологий, потому что научное сообщество уже начало оценивать, взвешивать его идеи, его технологии, его расчеты и понимать, что это лучшие решения, которые сейчас можно использовать. И мы вместе с единомышленниками с более чем 200 стран и регионов мира создали возможности реализовывать эти технологии. Ведь создали целый штат по тысячу человек высококлассных специалистов, несколько заводов, испытательные демонстрационные сертификационные центры. Это все создано людьми, людьми, которые хотят лучшего для этой планеты, лучшего для своих детей и внуков, лучшего и для своей жизни, но и как многие лучшего для жизни, в общем, не только для человека. Как говорят, чисто там, не там, где убирают, а чисто там, где не сорят, и это тоже можно использовать под наши технологии. Ну, и действительно, от нас зависит, что достанется нашим детям. Рай воплоти на нашей планете, который возможен. Я его видел и чувствовал в своей жизни именно на нашей планете. Здесь это может быть. Либо ад, потому что мы планету в ад тоже сможем превратить. Настолько влиятельный человек и человечество. Но очень радостно ощущать, что все больше и больше людей понимают, что они хозяева планеты. Мы имеем право и даже можно сказать обязаны ухаживать и улучшать эту планету. Потому что подумайте, до появления человека не существовало мусора вообще. Все само собой перерабатывалось каким-то образом. А с появлением человека появился мусор. И человек это единственное существо, которое платит за свое проживание, на территории планеты. А другие нет. Другие виды существ. То есть а сейчас у нас такое развитие закрывающих технологий, которые освобождают человека для творческой деятельности, чтобы можно было работать меньше, либо не выполнять какую-то монотонную деятельность, опасную деятельность. Это все сейчас могут делать наши роботы, компьютеры, искусственный интеллект и так далее. Необходимо, чтобы эти технологии работали на нас. И, конечно же, двигались в сторону очищения, то есть становились экологическими. Потому что, живя на нашей планете, у нас есть вот такое пространство от стратосферы до поверхности Земли, где мы процветаем. И у нас это наша ниша, пока мы не, так скажем, полноценно не вышли в космос и не развиваемся там. И именно с помощью технологий экологических мы можем выжить в этой нише, потому что наши технологии будут развиваться и дальше. Количество наших производств будет развиваться и дальше. И если техногенная сфера будет пожирать материю, так скажем, ресурсы нашей планеты и при этом дымить в нашу атмосферу, загрязнять ее как-то, она нас просто выгонит. Мы находимся в одной плоскости, в одной биосфере, вместной с техносферой, и нам необходимо принять это решение, причем самостоятельно, массой, как человечество, а не как отдельный даже человек. Хотя это все складывается из решения каждого. Меня, вас, тебя, именно вместе. Так и набралось более 500 тысяч человек, и мы дошли до 14 этапа из 15. потому что только таким способом мы сможем оставить на Земле экологические технологии и все для жизни, а всю вредоносную техногенную сферу вынести за орбиту в ближний космос, либо уже немножко подальше, чем ближний космос, потому что там понятия экологии не существуют, и там мы сможем получать абсолютно другие возможности по качествам материалов, которые можем сделать, ведь там есть глубокий вакуум, например, или неограниченные пространственные ресурсы, энергетические ресурсы, материальные ресурсы. То есть у Анатолия Эдуардовича есть целый спектр и целое видение, как постепенно здесь с Земли такими вот, можно сказать, микрошажками развить лучшие технологии, которые только сейчас необходимы человеку и человечеству для жизни и развития. Он все это изобретал 40 лет, и сейчас первый этап эко-мира, а это самый актуальный, самый нужный транспорт сейчас, он уже завершает свою сертификацию. То есть главная задача была набрать финансирование для того, чтобы доказать по всем законам и просертифицировать у важнейших, так скажем, сертификационных агентов нашей планеты, сделать, доказать, что наша технология работает, что она соответствует характеристикам, что она настолько скоростная, что она настолько безопасная, что она может строиться по таким вот, так скажем, участкам и при таких вот условиях. И в данный момент мы уже заканчиваем эту сертификацию. Осталось 15-й этап, потому что мы сейчас уже на 14-м. Дамы и господа, это победа каждого человека, даже который не участвовал в этом, потому что наша жизнь на планете Земля изменится до неузнаваемости. Ведь компания, которую мы создали, делает наилучшие технологии во всей планете. И, конечно же, это будет и пассажирский транспорт, который можно будет реализовывать в разных уголках нашей планеты, и в мультимиллионниках, где сейчас это настолько необходимо, как воздух. И воздух, кстати, там тоже необходим, потому что дышать нечего. В Москве или в Лос-Анджелесе, либо в другом крупном городе там десятки миллионов машин, заводы тысячами, если не десятками тысяч, и просто нечем уже дышать в городе. В некоторых местах можно воздух покупать, например, в Японии стоят специальные банкоматы такие, в которых можно купить, подышать чистым воздухом. Так не должно быть вместе для жизни. И это изменится. И этот транспорт, это лишь начало этого изменения, потому что огромный экономический и экологический эффект даст внедрение каждого адресного проекта подобного рода. И посмотрите, за несколько лет мы сделали так много видов транспорта, модулей, некоторых даже по несколько штук, хотя за то же время обычные машины могут сделать какой-то пикап от разработки до рынка, и это может занимать вдвое дольше времени, вдвое, в четверо больше средств, там миллиард два, а нам всего нужно, можно сказать, пол для того, чтобы реализовать. И мы уже на 14 этапе. То есть все настолько идет успешно и настолько широко, что многие деятели не понимают, как у Яницкого получается так много сделать за такое короткое время, за такое количество финансирования. А я думаю, что секрет в том, что он делает во благо. Во благо всего живого, во благо человека, во благо каждой, даже вот маленькой деревушки, в которой можно будет поставить трассу Юни-Винда в специальном исполнении с помощью колтюбинговой трубы, сделать, что, так скажем, расстояние между опорами будет до 2000 метров. И таким способом даже самые маленькие деревни, деревни, там, где население даже меньше, не знаю, 100 человек, меньше тысячи, можно будет снабзить именно хорошим, эффективным, экологичным транспортом, и это не будет сильно бить по бюджету данной страны. То есть для каждой части мира есть решение. И вы это увидите. Например, вот двухместный транспорт был, может быть, шестиместный, восьмиместный, монорельсовый, бирельсовый, секционные, составные. То есть хоть это маленький пассажиропоток, хоть это мультимиллионник, Анатолий Эдуардович изобрел транспорт, который сначала может прийти на помощь и не мешать друг другу, потому что он транспорт второго уровня. Ну а в будущем просто перенять на себя, поскольку он быстрее, эффективнее, безопаснее. Зачем пользоваться менее эффективным транспортом, менее безопасным и менее быстрым? И при том, что еще и дороже стоит, когда можно поехать на новом, на инновации, которые уже ждут в некоторых странах. Конечно же, наши партнеры и совладельцы данной технологии, которых более 500 тысяч человек по всему миру, то есть народная технология, народная закрывающая автономная технология, которая освобождает людей. Это же вау! И представьте, передвижение до 600 км в час по струнам. Это та реальность, которую мы создаем. 5 лет 6 назад, до того, как я увидел, как едет первый транспорт, я не до конца был уверен, что это возможно ехать по струнам, потому что ну просто не представлял. Но чем больше я изучаю, тем больше я понимаю, что это же логично, естественно. Как так долго можно было без этого жить? И с каждым годом, изучая будущие, следующие проекты Анатолия Эдуардовича Эку Мира, я понимаю, что этот транспорт это было самое простое, понятное и вообще, что не нужно было не обсуждать, просто нужно было посмотреть, изучить чертежи и какие-то страны, или даже куб, несколько стран вместе должны были сразу же профсинансировать всю эту технологию. Ведь она принесет так много пользы людям. но поскольку транспортная отрасль самая дорогостоящая и самая прибыльная отрасль в мире, она же еще является и самым коррумпированным. И пока у нас есть понятие нефтедоллар, то большое противостояние стоит в том, чтобы новый вид транспорта внедрить, чтобы его, так скажем, распространить как наилучшее. Но упорство и труд все перетрут. Именно поэтому уже 14 этап. И сколько бы ни ставилось палок в колеса, мы все равно заканчиваем и заканчиваем успешно. Я все, что я знаю, все, что я вижу, я это вижу, я это чувствую, я видел, как все двигается в Объединенных Арабских Эмиратах, сколько делегаций приехало с разных стран, включая и министров, и даже королей. которые приехали, увидели, приехали специально для того, чтобы посмотреть, что это за инновация. И поняли, что это будущее. Будущее, которое уже всем, кто приглянул, они понимают, так, это срочно надо делать у нас. Так это еще не только пассажиры перевозки. Этот бизнес самый дорогостоящий из-за груза перевозок. А в нашем случае на всю нашу технологию мы можем перенимать, сначала также прийти на помощь, ускорить грузоперевозки, особенно, тем более, в аэропотреблении, сделать быстрее доставку, получится дешевле гораздо сам товар. И этот же бизнес грузовой со временем переймется именно нашими транспортными структурами. Потому что это лучший способ для перевоза штучных грузов, жидких грузов, сыпучих грузов, разработки месторождений, либо даже перевозки контейнеров любых размеров. То есть все виды грузоперевозок, которые сейчас есть, смогут перейти на нашу технологию. А точнее, наша технология улучшит их, сделает более эффективными и даст новые возможности для всего человечества. И это все изобрел один человек. Конечно же, на него влияли и ученые, которых он изучал и читал, и школа, и люди рядом. Но все эти технологии, а я вам сегодня рассказываю только о первой, самой понятной, он изобрел, потому что желал этому миру благо. Понимал, что необходимо отказываться от двигателей внутреннего сгорания. Необходимо освобождать первый уровень для флоры, фауны, человека. Он должен быть живой и безопасный. И спустя столько лет у него действительно получается. Несмотря ни на что, как бы кто не хотел, чтобы такая технология была в руках у народа, и они владели и получали с этого прибыль, делали мир чище, лучше, безопаснее и экологичнее, все равно у нас все получится. Это показывает то, насколько успешно и далеко мы зашли. Но только на транспорте не останавливается. Ведь есть еще инфраструктурные проекты, например, как порты на шельфе моря, где любой вид корабля может подойти любой глубины, то есть не в каждый порт каждый корабль может зайти, а тут любой может подойти к такому порту, сгрузить свой груз, и он уже попадая на Unicom, сразу же будет отправляться со спецзаданием в определенную стройну, на определенный завод, либо на определенную распределительную какую-то точку, откуда дальше перейдет на следующие виды транспорта нашего же, либо еще при переходе на, например, автотранспорт, либо еще какой-то транспорт. То есть таким способом не нужно будет строить огромные дорогостоящие порты на побережье, потому что это невероятно дорого и неэффективно. А тут нет никакого застоя. Груз поставлен, транспорт ушел. Все, нет застоя, не надо ничего перекладывать и так далее. То есть гиперэффективность, супергиперэффективность. Но представляете, какие будущие технологии, например, линейные города или устойчивые дома, которые полностью себя обеспечивают и теплом, и электричеством, и всем, и созелиняемыми крышами, то есть у тебя и питание, и вся инфраструктура, которая тебе нужна. Линейные города и эко-поселения кластерного типа, о которых уже Анатолий Эдуардович так много и в открытую говорит, это новый способ жизни. Такой город на тысячу или пять тысяч человек никак не зависит больше от окружающего мира. То есть он может быть стабилен, стационарен, не мешать не окружающему миру и давать абсолютно все, что необходимо людям, которые там живут. И эти линейные города, это сейчас разговор идет о земле, о поверхности земли, либо вот на шельфе моря. Но в будущем Анатолий Эдуардович это предлагает делать и в космосе. Потому что людям, чем больше мы будем выходить в космос, тем больше времени мы там будем проводить. А для хорошей здоровой жизни человека обязательно, чтобы был чистый воздух, чтобы была биосистема, подобная жизнь, которая на земле. И Анатолий Эдуардович полностью изучил, какая она должна быть и как ее можно реализовать. Стоит только зайти на сайт unitsky.engineer и вы оттуда не вылезете. Потому что это не суперфантастика, это суперреальность, которую мы совместно сейчас и успешно начали воплощать. хотя все технологии, как говорит всегда Анатолий Эдуардович, это 5-7 класс физики советской школы. Говорит, все элементарно, просто. Нужно было только хорошенько отойти и посмотреть со стороны, как, что должно работать, как должен перемещаться пассажир либо груз из пункта в пункт б, какие силы на это действуют, как, на что тратится энергия. И оказалось, что на сопротивление и разрушение окружающей среды. То есть нужно было сделать просто идеальную аэродинамику этого транспортного средства и поднять его на второй уровень. И уже в 8, в 10, в 20 раз меньше энергии нужно на то, чтобы достигать тех же скоростей. А еще и можно развивать скорость до 600 километров в час между городами. А в будущем последующие технологии передвижения фар-вакуумы, которая предлагалась еще более 20 лет назад, можно будет передвигаться до полторы тысячи километров в час. Это все реальные технологии гениального ученого. Стоит только поизучать. Хотя, опять же, возвращаясь к простоте, струны, пучки струн, натянутые предварительно, помещенные в корпус рельса с специальным наполнительным, специальным бетоном, антикоррозия и шумопоглощение, фиксация струн. И головка рельса стальная, по которой идет стальное колесо с коэффициентом полезного действия 99%. Самые наэффективные способы, которые только можно было взять в разных уголках этого транспортного средства и инфраструктуры. Анатолий Эдуардович изучил все, что только возможно было и дал лучшее. Дал лучшее, для людей планеты Земля. С учетом того, что эта технология не вредит окружающей среде. То есть и флора, и фауна не будет страдать, как страдает сейчас от нашего традиционного транспорта, от любого. И от авиации, и от железной дороги, и от портов, и кораблей, и от автотранспорта. А с такой дорогой второго уровня мы можем строиться в любую сторону, под любым углом, где необходимо сделать повороты, с минимальным землеотводом на километр, как в лесу, например, будет землеотвод, как будто пешая прогулка, пешая тропиночка. И маленькие города найдут трассы для себя. Чуть побольше, например, гибкий рельс могут использовать для большего пассажиропотока. Либо полужесткий рельс, там, где уже сотни тысяч, либо миллион, либо жесткий рельс, то есть путевая структура, берельсовая, где может быть навесной транспорт, подвесной транспорт, составные поезда, то есть самая крепкая. Еще и внутри энергетическая информационная инфраструктура. То есть сразу вместе транспорт, интернет и электричество. Даже мультимиллионники, где более 20 миллионов человек, эти трассы, этот способ передвижения, этот способ транспорта действительно поможет. А самое главное, что его смогут позволить себе практически любой уголок планеты, где вообще есть хотя бы какие-то ресурсы. Потому что все традиционные виды транспорта стоят дороже и по всем показателям и капитальным затратам эксплуатационным просто сверх расточительны по сравнению с той технологией, о которой вы сегодня услышали и узнали. И с помощью новой логистики, с помощью компьютеров, специальных датчиков, искусственного интеллекта и алгоритмов сейчас это уникальный, быстрый, самодействующий, то есть автоматизированный транспортное средство, которое будет делать большинство работ из-за нас. Нам нужно только указать, куда мы хотим попасть и куда мы придем на остановку. И этот транспорт сделает все остальное за нас, а мы во время поездки будем свободны. Хотя можем работать, можем отдыхать, можем общаться с другим человеком, можем смотреть в окно и наслаждаться этими красивыми видами мира, который мы сохраняем, о котором мы заботимся с помощью экологических технологий. И этот, так представьте, сколько времени, которое мы проводили в дороге, теперь будет свободное. Ведь каждое транспортное средство, все они связаны со всеми анкерными и промежуточными опорами. И принимают решение сообща, то есть они трудятся как рой пчелок, делают все вместе. Если где-то какая-то заминка или что-то заметил датчик, и одно транспортное средство резко решает притормозить, то и другие транспортные средства пойдут за ним. То есть будут тоже притормаживать, так, чтобы не создалась аварийная ситуация. То есть таким способом люди освободятся от одной из самых опасных и временезатратных дел передвижения и станут еще настолько эффективны в скорости и в логистике, что действительно это уже подходит под человека 21 века. снаружи машинное зрение определяет, что где происходит. Внутри более 250 датчиков даже в маленьком транспортном средстве заботятся и, так скажем, показывают все, что необходимо для комфорта и безопасности пассажира. Ну и, конечно же, груза. То есть самый безопасный транспорт, самый чистый транспорт, экологически чистый, который можно построить где угодно, легко интегрируемый в любую среду и в любую температуру, еще и требующий и занимающий минимум земли, минимум ресурсов и минимум времени, с лучшими и максимальными характеристиками по отношению к традиционным видам транспорта. Анатолий Эдуардович именно так и собрал, он подумал, а какой должен быть транспорт и собрал, какой он должен быть и в итоге разработал этот транспорт. А сейчас, дамы и господа, мы его сделали, мы его практически сертифицировали и осталось совсем чуть-чуть. И уже сейчас то, что говорил Юницкий и Анатолий Эдуардович о характеристике своего транспорта успешно доказывается и показывает несостоятельность других видов транспорта по отношению к этому. В итоге можно сказать, что у этой технологии транспорта нету конкуренции на данный момент. Это самый эффективный транспорт, который развивается людьми, который принадлежит людям, который финансирует люди и совладельцами, которые эти люди являются. Вместе мы можно сказать вершин будущего. Мы создаем абсолютно новую реальность с той именно скоростью, которая нам необходима для человека 21 века. Подумайте, какой мир вы хотите вокруг себя. У нас есть возможность сделать его таким. Стоит только поизучать. И это оказалось достаточно просто. Просто зайти на сайт unitsky.injr или зайти на сайт unitsky.com и посмотреть уже салон продаж. То есть уже когда будет тендер, как и сейчас, например, в Дубае проходит тендер, участвуют разные компании. И каждая компания представляет свою лучшую технологию, как она решит данную задачу. Вот вы уже можете посмотреть, как заказчик, как руководитель страны, зайти на сайт unitsky.com и увидеть, что предлагает наша общая компания, наша народная планетарная технология. Я благодарю всех людей, которые делают это будущее, которые меняют это настоящее для того, чтобы у нас действительно было благополучное будущее, чистое, в изобилии всего того, что необходимо человеку. Ну и, конечно же, в безопасности. И SkyWorld Community это та компания, которая сейчас в 21 веке в такое местами непростое время дает возможность абсолютно любому человеку на планете заниматься созидательной деятельностью, развивать, создавать, помогать реализовываться экологическим технологиям, которым самое место здесь и сейчас на нашей планете, которые действительно необходимы. Возможно, даже уже вчера, можно сказать. И только с этими технологиями, с этой серией технологий Анатолия Эдуардовича EcoMir мы сможем остановить планету от увядания, не дать нам же человечеству и тем, кто чуть более влиятельен, чем сам народ, разрушить ее, разрушить стабильность нашей экологии, ведь планета выживет, а человечество и другие виды не факт. Поэтому инновационные экологические технологии, если раньше они были недоступны, кто-то подумал, например, из глубинки, я вот сижу в Даугавпелсе, в небольшом городке, где уже меньше 100 тысяч человек, и как я могу улучшить мир? какие инновационные технологии? А представляете, после пятого технологического уклада интернета и того, как он нас объединил и связал, какие возможности дал, мы вместе, каждый теперь, можем влиять на то, что происходит в мире. Действительно, как здравомыслящий организм общий, у которого 8 миллиардов клеточек, и не важно, что не все присутствуют, не все в состоянии разумно мыслить, либо предпринимать решения, но даже уже небольшая часть этого организма может делать потрясающие вещи во благо всего живого на Земле. И тем более, данный труд, это созидательная деятельность, за нее можно получать и вознаграждение без ограничения, в зависимости от того, насколько благоразумно, насколько эффективно вы можете передать информацию из источника другим людям, которые об этом еще не знают. Ведь, честно сказать, каждый человек, по моему мнению, хотя бы один раз в жизни должен услышать и увидеть данный проект, данную технологию, узнать о компании Sky World Community и о тех возможностях, которые он дает, чтобы самостоятельно и уже с полной ответственностью за себя набрать аргументов и принять решение. Просто пройти мимо, забыть, поизучать, либо изучить и действительно поддержать такие подобные технологии. Каждый решит для себя сам. Надеюсь, на сегодняшней встрече было достаточно много аргументов, фотографий, фактов того, что эта технология нужна миру, что эта технология одной из лучшего, что за последние десятилетия представлял мир, потому что глобально, смотря на наш мир, эта технология меняет положение вещей на всей планете и не только для детей, а для всего живого. Именно такой глобальностью и пропитаны все технологии Анатолия Эдуардовича, потому что он видит и понимает, что такое жизнь в целом. Так же, как и понимает, что такое технология и наука в целом. И объединив их наилучшим образом, он создает жизнь. Потому что, когда вы видите в Арабских Эмиратах наш эко-дом, который весь цветет, первое деревянное здание, которое разрешили построить в Арабских Эмиратах, именно по технологиям Анатолия Эдуардовича. И когда вокруг тебя мертвая пустыня, а ты приходишь, подходишь к зданию, а оно все зеленое, от него прям веет свежестью и чистым воздухом. Ты слышишь пение птиц, потому что они прилетают туда, им там жить комфортно. Пчелы, улей создался в Объединенных Арабских Эмиратах. То, что делает Анатолий Эдуардович, божественно, потому что это действительно рай на земле. И я понимаю, что с его технологиями мы этот рай можем построить. Но для начала необходимо завершить пятнадцатый этап. Первый, самый понятный, самый земной и самый актуальный на данный момент технологий. даже если вы сами решаете пройти мимо по каким-либо причинам, хотя бы одному человеку расскажите о том, что есть такой Анатолий Эдуардович Яницкий и компания Sky World Community. Ведь только вместе мы можем сделать хорошую жизнь для народа, потому что только народ сам заинтересован в собственной хорошей жизни. И сейчас с помощью интернета, с помощью краудинвестингов, с помощью компании Sky World Community мы можем наэффективнейшим образом влиять на происходящее на нашей планете и выставлять вектор, какое же должно быть будущее у нашей планеты, будет ли раем наша планета. Ведь, как говорит Анатолий Эдуардович, мы получили нашу планету не в наследство от наших родителей, мы берем ее взаймы у наших детей и в скором времени мы передадим ее нашим детям. А теперь вопрос для каждого, какой мир вы хотели бы передать своим любимым детям? А от ответа на него и есть, так скажем, размер вашего энтузиазма, чтобы изучить, почитать и посмотреть чуть больше про струнный транспорт второго уровня, Sky World Community и Анатолия Эдуардовича Ильницкого. А пока я прощусь с вами до завтра, до 15.00 по Москве и скажу, что с вами был Артем Курбанов. Очень рад вашему вниманию, вашей энергии, ведь всюду, куда направлено ваше внимание, то и растет. Надеюсь, сегодня мы с вами и компания Sky World Community и наша технология инновационно-экологическая все еще больше подросло для того, чтобы уже в самое ближайшее время сделать рай на нашей планете. Только не воздушный, а действительно реальный. Большое спасибо за внимание, друзья. Будьте здоровы. С вами была компания Sky World Community. До новых встреч. Улыбок.